Четыре человеки загинули на пожаре. В Могилевском районе пожар отбылся у ночь на неделю в приватном жилом доме у агроградку Вейна. Коли вырятувальники прибыли до места здарения, дом горы открытым полом. А мясовые жихары спробовали вырятывать потерпелых. Однако трагедии позбегнуть не удалось. Причину пожару зараз высветляют следствия. Я думаю, что это соседи, другой раз они пускают фейерверки. А потом слышу, что долго стреляют. И жена вышла, говорит, вот такое случилось. Я вышел на два двора, а пламенем вообще горело крыша. Столб огня, и туда даже подходить было опасно. Шифер стрелял, и огонь был большой. Мясовые кажутся, у той момент одни телефоновали вырятувальникам, другие кинули сюда дома, який был охопленный огнем. Спробовали вырятывать его же хоров. Мы тут выскочили, и соседи эти выскочили. Соседи еще кинули сюда, у их собака, это и лабрадор, бегал по дворе. И он открыл калитку, выпустил эту собаку, и с той стороны еще стучал в окно, думал, что они живые. Ну, никто не отозвался. Ну, и тут приехали пожарные. Пожар вырятувальники ликвидовали, однако, продухили трагедию не смогли. У доме были знайдены тела четырех человек. Господини дома уладания, и сына, сужителя, и еще одной женщины. Подруга с города какая-то. Вместе они работали. А в том, что у доме жила семья с трех человек, свечать велосипеды, которые сейчас стоят у дворы. Так, ладно, не то, что от них засталось. Они жили нормально. Тихо, спокойно. Пили, говорят? Ну, выпивали. Не то, что же там. Всяк бывает же, вы сами знаете. Каб высветлить причину трагедии, на место здоровья выезжала криминалистичная лаборатория. Следшие некольких годин оглядали место пожару. Одна из версий следчих до пожару могла привести непотушенная цигарета. Данная семья характеризовалась удовлетворительно. Злоупотребляли спиртными напитками и курили. Значит, накануне произошедшего их видели в состоянии сильного алкогольного опьянения. Докладное причиноздарение будет ведомо только по выниках усих экспертиз. Их зараз проводят специалисты Державного комитета судовых экспертиз. Наталья Ильинч, Виталий Вопсев, Новиниргийона.